Голубой ковер Он однажды царевича к себе И говорит Не время ли тебе, сынок Невесту себе поискать Пора и своей семьей Обзаводиться И повел его царь в большую залу Все стены ее портретами Были увешаны И на всех портретах девушки нарисованы Одна другой красивее Одна другой милее Вот, сынок Говорит царь Выбирай себе жену Обошел царевич всю залу Все портреты Разглядел и говорит отцу Нет, батюшка Не могу себе по сердцу Ни одной выбрать Все они красавицы, слов нет А ни к одной из них У меня душа не лежит Позволь мне лучше самому Все наше царство обойти Может быть, я и встречу свою суженую Царь согласился И отправился царевич В путь Ходил он по родной земле Ходит по горам По виноградникам В древние города заходит В деревни заглядывает Много девушек в его родной стране Много красавиц и умных И добрых А не лежит к ним сердце царского сына Но вот однажды в горах Какое ремесло знаешь Удивился юноша Ремесла я не знаю Я же говорил тебе Вернулся он во дворец Рассказал отцу о своем горе Улыбнулся отец Не печалься, сынок Это дело поправимое И приказал он созвать к себе во дворец Мастеров-ремесленников Со всего царства Пришли на царский зов Кузнецы и печники Бандари и ткачи да плотники Стоят в золотой зале Ждут царя Между собой шепчутся Не знают Зачем их царь призвал И вот выходит Из покоя в царь И с ним царевич Поклонились им ремесленники Здравствуйте, мастера Говорит царь Собрал я вас сюда Вот по какому делу Хочет мой сын Царевич Выучится какому-нибудь ремеслу Кто из вас может его В науку взять Зашептались мастера Головами закачали Нелегкая это задача Царского сына Простому ремеслу учить Ну, что же Никто не решается Спрашивает царь И подзывает он к себе Мастера-слесаря Который во дворце Все замки ставил Я знаю Я знаю Ты хороший Хороший мастер Берешься Обучать царевича Слесарному делу Растерялся Слесарь Растерялся А чего же Не обучить Ваше величество Отвечает Да не знаю Угожу ли А сколько времени Нужно чтобы Хорошим слесарем Стать Спрашивает царевич Подумал слесарь Да Года три нужно Ну Это мне не подходит Говорит юноша Столько времени Моя невеста Ждать не будет Подозвал царевич Бондаря И спрашивает Сколько времени Нужно Чтобы царевича Твоему ремеслу Обучить Поклонился Бондарь царю Два года Ваше величество Нет И это Слишком долго Говорит царевич Мастер за мастером Всех Царь спросил Наконец Дошел до последнего Это был Старый ткач Редкий Искусник Ткал он Ковры Такой красоты Что Любоваться на них Из других стран Приезжали Ну а ты Старик Неужели Не поможешь Спрашивает царь Подумал старый ткач Потер лоб Хорошо Ваше величество Я обучу царевича Моему ремеслу А во сколько времени Спрашивает царь В три дня Говорит старик Вот На это я согласен Обрадовался царевич Три дня Срок невелик Пошел царский сын За старым ткачом И пробыл у него Три дня А когда вернулся Во дворец Умел он ткать Такие ковры Что были они Не хуже Работы его учителя Выткал царевич Чудесный ковер И повез его Показывать Своей невесте Приезжает он Селение Входит в саклю Ковер перед глазами Красавицы Раскидывает Вот поглядишь Чему я научился Пойдешь теперь За меня замуж Теперь пойду Говорит девушка Привез ее царевич Во дворец Очень девушка Царю и царице Понравилась Благословили Они сына Сыграли счастливую Свадьбу И Зажил царевич Женой В мире И согласии Несколько лет Прошло Умер Старый царь И стал Царевич Царем Вот как-то раз И говорит он Жене Хочу я пройти По своей земле Чтобы разузнать И проведать Что подданные Про меня говорят Не затевает Ли кто Измену Но сделаю я Это потихоньку Чтобы никто Не знал Оделся он В рубище Нищего Взял сумку И палку И отправился Бродить по стране А государством Управлять Жене поручил Долго ходил Царь По городам И селам Пора ему Скоро домой Возвращаться Да однажды Вечером Заблудился Он в горах И попал В дикое ущелье Называлось оно Змеиным И недобрая Шла про него Слава Сбился царь С дороги И попал В руки Разбойникам Потащили его Разбойники В свою пещеру А царь кричит Не смейте Меня трогать Я царь А разбойники Смеются Вот еще Выдумал Станет наш царь В таких Лохмотьях По горам Шататься Если ты царь Так дай Вай Выкуп Кричат одни Прикончим его Что с него взять Говорят другие А царь отвечает Денег у меня С собой нет Но убивать Меня Вам все таки Не выгодно Я могу Соткать Такой ковер Какого еще Никто не видал Продадите его Много денег Получите Задумались Разбойники А долго ли Ты будешь Ткать Нет Недолго В три дня Всю работу Закончил Ладно Говорят Разбойники Три дня Подождать Можно Принимайся Да поживее За работу Запряли они Царя Подземелье Дали ему Шерсти И шелку Принялся Царь Ковер Ткать Еще Взяли Ткать Ни Придворные не пускают. Занята царица, не до вас ей. Развернули тогда ковер разбойники. Поглядите, что мы ей продавать привезли. Ахнули придворные. В глазах у них заребило. Ну, ради такого чуда придется о вас и доложить. И пропустили разбойников к царице. А царица грустная сидит, целые дни плачет. Скучает она, беспокоится о муже. Давно все сроки прошли, а царя все нет. Нет, как нет. Вошли разбойники, поклонились. Погляди, царица, какой ковер у нас. Не купишь ли? Глянула царица на ковер и омерла. Это не узор диковины. Это буквы причудливые, по краю ковра вытканы. А из букв надпись выходит. Я в плену разбойников в змеином ущелье. Присылай помощь. Не то меня казнят. И виду не показала умная царица, что прочитала надпись. Заплатила разбойникам, не торгуясь, сколько за ковер попросили. А только они из комнаты вышли, царица всех своих главных полководцев к себе потребовала. И приказала тача же в горы отправляться. Царя выручать. Сидят вечером разбойники в своей пещере. Делят деньги. И вдруг шум за дверями. Крик, топот. Целый отряд военных на ущелье наступает. Ворвались полководцы в пещеру. Стали стены ощупывать. Подземный ход искать. Спустились в подземелье. И вышел оттуда царь. Бледный. Оборванный. В лохмотьях. Схватили тут разбойников. Руки всем связали. И в город на суд повезли. А царица. Мужа во дворце встречает и говорит. Уж не думала я тебя в живых видеть. Отдохнул царь. Поел. Вымылся. Опять свое платье царское надел. Вышел вечером царица в сад. Сел под розовыми кустами. А царица и говорит ему. Ну, что бы ты стал делать, если бы ремесла не знал? Не помогло бы тебе, что ты царь. Убили бы тебя разбойники. Убили бы. Вот и сказке конец. А кто слушал, тот молодец. Продолжение следует.